Дмитрий Георгиевич Когда правительство, когда машины черные залетают прямо так, впечатлительно так и приятно Брежнев-то ходил на борьбу? Да, он все время сидел там вообще Он, между прочим, болел и за хоккей, и за футбол, все время ходили Наши ребята все ходили Одно из главных разочарований В третий раз не завоевал олимпийское золото наш земляк Иван Ерыгин Он бы сделал это легко, говорит Дмитрий Георгиевич Ведь самые сильные соперники тогда олимпиаду быкотировали Случилось несчастье, Ерыгин был психологически деморализован Незадолго до олимпиады погиб его брат Бульдозер, в котором тот работал, перевернулся и утонул вместе с водителем А через некоторое время погиб и отец А отец, он, значит, заготавливал лес Зима была, мороз был очень сильный такой И он, значит, бульдозер давал, трактор давал назад Он цеплял эти бревна и утаскивал все И когда он давал назад, ствол дерева стояло, ему мешало это И он как зацепил, ствол упал и прямо по голове вот так вот попал, как специально, отцу И, наверное, погиб такой мужик был хороший Ну что там вообще, такая трагедия была большая Он страшно пережил, он парень чувствительный, дешевле был А еще, говорит Дмитрий Медяшвили, 35 лет назад, как на Великой Отечественной, боролись за идею Родину, а не за деньги Олимпийские чемпионы тогда получали 3000 рублей Деньги хоть и приличные по тем временам, но на них нельзя было купить даже автомобиль Жигули Хотя при чем тут деньги, ведь статус олимпийского чемпиона тогда был сопоставим разве что со статусом космонавта Когда мы возвращались, все движение в Красноярске было остановлено Это как Гагарина встречали, как Гагарина, это уже, может, даже лучше Народу столько, все, я не знаю И наше руководство, все, Павел Стефанович Долгих Владимир Иванович Главная же заслуга Олимпиады 80, считает Дмитрий Медяшвили Сборная СССР завоевала 195 медалей, из них 80 золотых И доказала всему миру, что в спорте нам равных нет Наталья Кичина, Владимир Антонов, Новости ТВК Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok